всем привет друзья в этом видео я хочу с вами поговорить про систему выравнивания плитки я хочу поднять главный вопрос о том ускоряет ли данная система рабочий процесс также исходя из своего опыта я расскажу вам в каких случаях данную систему лучше всего использовать а в каких наоборот лучше отказаться от использования 3d крестиков потому что это только замедлит рабочий процесс все это мы рассмотрим на примере одной из наших ванных комнат в процессе работы я покажу вам несколько интересных фишек которые обязательно пригодятся вам в вашей работе и прежде чем мы начнем обсуждать скорость укладки при работе с данной системой я хочу сказать вам свое мнение где данную систему нужно использовать многие используют эту систему практически на всей плитке и я думаю что это неправильно в таком случае когда у нас плитка к примеру 20 на 30 данная система абсолютно не нужна потому что она реально замедлит рабочий процесс я думаю что данная система действительно требуется когда мы работаем с длинной плиткой либо эта плитка имеет размеры от 60 на 60 именно в таком случае данная система реально ускорит процесс при работе с крупной плиткой на примере данной ванной комнате основное время у меня ушло именно на обработку и подрезку самой плитки данная плитка является обрезной или как ее еще называют ректификатом эта плитка имеет одинаковые размеры поэтому вместо крестиков просто вставляем свп я думаю что многие мастера кто давно занимается ремонтом ванных комнат постоянно стараются сделать работу максимально качественно при работе с обычными крестиками пришлось бы уделять очень много времени на перекрестие самая главная роль который играет данная система это выравнивание кривой плитки за всю свою практику мне попадалось всего лишь два или три раза действительно очень качественной плитки во всех остальных случаях постоянно имеются какие-то деформации это абсолютная норма для крупноформатной плитки и система выравнивания позволяет нам выложить такую плитку без ступенек убирающая цена а топлива-записки дни, тяжелая, синяя, и веселая, и температурная плитка для плитки и растительных цветов вожденных красных цветовых литств и цветов в желаемый размер для местных красных цветов в плитки в лимонских Juventus вタиллу совместных цветов в тратинках кухолевых литгах и теплятых и цветов в поле после завершения работы к линии с пола убираются очень просто в красивых рекламных роликах это делается с помощью киянки а в жизни в основном это делается так теперь я хочу показать два способа которыми можно работать с данной системой первый способ заключается в том что мы как и прежде набрасываем всю плитку на стенку и после этого зажимаем к линии минус такой тактики работы заключается в том что если вдруг оборвется у нас свп-шка то придется все перебирать и вот именно поэтому я вместо двух зажимов добавил 3 если вдруг один у меня оборвется я возьму и перемещу центральный к примеру в ту сторону которую мне необходимо на черную плитку лучше всего использовать темный клей но у меня такая ситуация что вся плитка белая и не хотелось мне пачкать ведро черным клеем из-за одного столбика вот такой вот коричневой плитки и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У меня имеется два образца зажимов для 3D крестиков, старый и новый образец. И тот и другой в принципе со своей задачей справляется. Единственное различие – новый образец стал выглядеть гораздо солиднее. Данный инструмент позволяет одинаково зажимать клинья. Это приводит к тому, что вероятность облома ножки гораздо меньше. Сейчас я покажу, как его быстро настроить для работы. Наверное, вы обратили внимание, что на нижнюю лапку у меня намотан малярный скотч. Это сделано для того, чтобы на плитке не оставались следы от данного инструмента. На данный инструмент уже есть пластиковая насадка на эту область, но лично мое мнение, что ее нужно туда намертво посадить и все проблемы исчезнут. Если работать зажимом без настройки, то можно где-нибудь передавить. И тогда у нас происходит вот такой вот момент. Поэтому давайте быстренько настроим зажим для того, чтобы снизить вероятность таких вот моментов. Я перепробовал примерно 6 систем разных производителей и обрываются они у всех. Нету такой системы, которая бы не обрывалась. Тут можно просто подумать и логическим путем прийти к такому выводу. Данная система, она изначально сделана для того, чтобы ее было просто удалить после использования. Для того, чтобы быстро настроить инструмент, сначала утягиваю клин пальцем, а потом уже подстраиваю сам зажим. Теперь, когда разобрались, как работать с данными крестиками, предлагаю перейти ко второму методу укладки плитки. Как показала практика, при работе с крупноформатной плиткой очень удобно наносить клей именно на плитку. Потому что, что с системой, что без нее, работать с такой плиткой быстро не получится. Гораздо больше времени идет на ее обработку. Следовательно, и наносить клей на стенку на большие участки также не получится. Потому как данная плитка керамогранит, из собственных соображений, я решил укладывать ее на клей повышенной адгезии. Как известно, такой клей очень плохо отмывается, и работать с ним надо очень аккуратно. При нанесении плиточного клея на плитку, сработать получится намного чище. Но если все-таки клей немножечко попал в швы, то можно быстренько его вымыть мокрой кисточкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, давайте подведем итог. Я думаю, что при работе с крупноформатной плиткой, данная система все-таки ускоряет работу. Ну и если, конечно, речь идет о том, что вы хотите сделать работу качественно. Это лично мое мнение, и если у вас есть что добавить по этому поводу, то обязательно напишите об этом в комментариях. С вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.